Сегодня отмечается Международный день кино. Он установлен в честь знаковой даты 28 декабря 1895 года. В Париже, Гранд-кафе, на бульваре Капуцинок, прошел первый сеанс синематографа «Братьев Люмьер». По одной распространенной версии, публики тогда представили короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Вот эти легендарные кадры. Говорят, они изрядно напугали неподготовленную публику. Однако эксперты утверждают, что все же история массового кинематографа началась с других кадров. И на том самом знаменитом сеансе публике был представлен фильм «Выход рабочих с завода братьев Люмьер». Но вот так или иначе, обе эти ленты открыли великую эпоху синематографа, а показа фильмов публики за деньги. Кинематограф быстро развивался. Индустрия росла и просветала с приходом телевидения. Ей пророчили быстрое забвение, но этого не случилось. Зрители по-прежнему ходили в кино за его особой магией и атмосферой. В наши дни сильным ударом по отрасли стал коронавирус с его массовыми ограничениями. А в этом году российским кинотеатрам пришлось держать новый удар санкциям и уходом голливудских студий. В декабре профильный комитет Совета Федерации по экономической политике заявил, что уровень падения сборов российских кинотеатров составил 56-70%. Цифры основаны на данных ассоциаций владельцев кинотеатра. Отрасль ушла в убыток на 4,5 миллиарда рублей. В таких условиях кинотеатры не могут выплачивать кредиты и содержать залы. Масса кинотеатров страны сократили показы в рабочие дни и демонстрируют кино только по выходным. В федеральном Минкульте отметили, что в эти непростые для отрасли времена в первую очередь увеличивается господдержка на производство российского киноконтента. Кроме того, государство ищет иные формы поддержки российских кинотеатров. Ну и, конечно, как никогда кинотеатрам сейчас важна поддержка зрителей. Давайте тему продолжим. В студии Андрей Яковлев, генеральный директор сети Хабаровских кинотеатров. Доброе утро. Здравствуйте. Андрей, доброе утро. Ну вот вопрос такой ребром стоит для многих кинотеатров. И действительно интересно, есть ли реальная угроза, что достаточно большое количество кинотеатров закроется? Такая угроза, конечно, есть, потому что российские фильмы только, можно сказать, запустили в производство, и они не могут покрыть до 70% падения сборов и показов фильмов. То есть примерно 70% репертуара у нас состояло из голливудского кино. Поэтому, конечно, у нас просто катастрофически не хватает фильмов, в том числе и российских. А вот информация по общероссийскому показателю, что падение оборотов до 70% у нас в регионе так же? Так и есть примерно. 60-70% российский, ну, Хабаровский кинопоказ потерял. Ну а что сейчас показывает в театрах? Из чего остается наша афиша? Кто костяк делает? Конечно же, российское кино у нас занимает сейчас, наверное, порядка 60% фильмов российское кино. Но из России не ушли, не все печально, как бы не будем в этот праздничный день печалиться. Международное кино у нас в Хабаровске присутствует. Это и итальянские фильмы, австралийские, французские, американские фильмы есть. Но только не студийные, да, мы не увидим там Диснея и там, не знаю, там Юниверсал, да, сейчас в кино. Но американские фильмы вполне присутствуют у нас на экранах все это легально, качественный контент. А вот, допустим, до страны, которые мы не привыкли, чьи картины, да, видеть в кинотеатрах, есть ли вот какие-то удивительные открытия, там, может быть, какие-то азиатские фильмы или какие-то еще? Ну, в России очень хорошо зашли именно Южная Корея, фильмы из Южной Кореи, Японии, Австралии, вот, 3000 лет желания видели, наверное. К сожалению, не хорошо. Вот, очень хорошо в России. Все везде и сразу. Вот, да, 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 тоже от этой же студии, также Австралия, совместное производство с Америкой, правда, но все равно это австралийское кино, поэтому эти фильмы показали хорошие сборы у нас, они, ну, раньше, конечно, Голливуд их давил, потому что все должны смотреть только Марвел и только Железного Человека, а сейчас, конечно, у них есть шансы показать себя, показать более такое достойное кино зрителям, как умное кино, красивое кино, авторское кино, которое раньше зрители, ну, могли не увидеть на фоне большого голливудского. Какие страны еще выдают качественный киноконтент, который действительно можно показывать зрителям, который не стыдно показывать зрителям, и который зрителей удивил, да, ну, вот кроме Кореи, да, который, там, можно сказать, брали. Да, на наш рынок пытается зайти и китайское кино, и очень активно пытается зайти индийское кино. Болливуд заходит, причем я смотрел несколько фильмов, он действительно очень качественный, уровень, там, трюков, анимаций на очень высоком уровне. Ну, то есть это уже, извините, это не тот уже, там, Миткунчик Рапорты, да, которому там все привыкли. Да, даже российское кино уже далеко, то есть, на то, вообще не на том уровне, скажем, съемок и, то есть, подходу к съемкам кино. То есть оно очень быстро растет. А давайте про российское кино продолжим разговор. Ну, вот он всегда был в современной России некий стереотип про то, что российское кино, особенно массово растет. Есть у нас, конечно, элитарный кинематограф классный, но все-таки, что сейчас с ним, какой интерес зрителя к нашим фильмам, растет ли он, что вы скажете? Давайте. Россия, понимая, что голливудское кино от нас ушло, в этом году вложила 11,6 миллиарда рублей на съемки фильмов. И в следующем году еще будут увеличены эти деньги. То есть, но прямой поддержки кинотеатрам нет. То есть, Министерство культуры помогает через фильмы. Вот нам остается там 2-3 года дожить, пока эти фильмы снимут. Поэтому сколько кинотеатров за это время закроется, я не знаю. Но, ну, поэтому российское кино у нас ходит. «Сердце Пармы», например, все знают. Просто проблема в том, что вчера, если не ошибаюсь, Минкульты выдал, что мы будем снимать там 300 фильмов в год, из них 60 будут блокбастеры. Но российское кино, хотя бы, чтобы выживать, нужно в месяц 1-2 фильма прям кассовых, да? То есть, ну, за этот год мы можем выделить, наверное, только «Сердце Пармы». Вот такое вот у всех, что… На слуху. На слуху, да, вот «Сердце Пармы» – самый кассовый российский фильм этого года. Сейчас еще «Сердце Пармы» – «Чебурашку» российский тоже был. Да, это в следующем году выйдет 1 января «Чебурашка». Его уже показали, мы посмотрели прекрасный семейный мультфильм, очень теплые отзывы, поэтому всех ждем на «Чебурашку». Ну, про мультипликатор чуть позже, да, вот мы вообще привыкли, что вот в советское время все ждали, когда нарисуют новую афишу, и все классно бежим в кино, а сейчас зрителя туда заманить надо, сейчас другая история немного, то есть мало снять качественное кино, его еще нужно по-хорошему продать. Как обстоят дела с маркетингом? У нас в стране, в нашем кинематографе, все ли там в порядке? Если, да, подвижки какие-то. Наши продюсеры этому учатся, то есть они смотрели, как это делает Голливуд, но с Голливудом ушли и, скажем, основные средства продвижения там, не знаю, YouTube, Instagram, то есть Digital какая-то. Закрещены в нашей стране. Да, запрещены в нашей стране соцсети, они ушли, и, конечно, опять у нас вернулось телевидение, возглавляет рейтинги, но интернет, конечно, все-таки туда показывает. Я представляю, в будущем еще смс-рассылка нас ожидает. Внимание в кино? Вот, поэтому сейчас, конечно, не хватая зрителю узнать, из каких каналов нужно ему идти в кино. Если раньше это, то есть, ну как ты не пойдешь, не знаю, там, на железного человека, он из всех там утюгов тебе говорит, что вот премьера, премьера, премьера. Сейчас, конечно, у них были деньги на маркетинг, они собирали совсем другие деньги, поэтому мы и получили падение на 70% по сборам сейчас. То российские продюсеры, у них нет этого бюджета, они взяли деньги у фонда кино, министерства культуры, сняли фильм, а на продакшн, что осталось, скажем так, либо договорились с каким-то каналом, совместное там производство телеканала «Губерния», и в сердце пар мы им начинаем продвигать за счет телеканала, звать в гости актеров, говорить, что смотрите скоро на нашем канале, им продают права на этот фильм. Поэтому процесс этот идет, и хотят утвердить, что прямо на уровне государства, чтобы все-таки маркетинговый бюджет был заложен, и зритель должен знать про эти фильмы. Андрей, вот мы когда разговаривали, несколько месяцев назад в этой студии, мы разговаривали также про эту ситуацию на кинорынке, вы сказали такую интересную фразу, что нужно дожить до Чебурашки. Почему именно так была сформулирована фраза, что в этом фильме такого? Ну, дожить до Чебурашки, дожить до Нового года. Чебурашка выходит в Новый год. А что мы не понимали, как мы проживем эти полгода, как зритель будет идти на российское кино. Потому что за последние полгода, ну, можно выделить только сердце Пармы из российского большого кино, которое нам нужно каждый месяц. А у нас оно за полгода одно вышло. Поэтому мы реально дожили до Чебурашки. Сейчас Новый год, зрители сходят в кино. На следующий год заявлены фильмы, там, много. Вот какие? Ну, не сильно много, но российского качества кино. Ну, нас ждет, получается, продолжение, о чем говорят мужчины. Вот, следующая часть. «Простые удовольствия» она называется. Нас ждет Холоп второй, ждет фильм по щучьему велению, продолжение «Богатыря», ну, не знаю, в конце года выйдет, называется «Финист Ясный Сокол» от создателей «Богатырей». Не знаю, там, про волк. А зарубежные какие-то есть картины, которые... Которые не выйдут в Россию? Нет, которые выйдут. Хорошо, волливудский анонс, Волливуда какой-нибудь. Да, 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 да. Ну, может, корейский что-нибудь ожидает, хороший фильм. Может, китайцы что-то тут хорошее. Эти фильмы появляются, скажем, не так... Они не запланированы за полгода. Но вот могу отметить, что французская компания, «Патэ», ну, она достаточно известная, она владеет всеми астериксами, правами. То есть они подписали права на Россию, то есть они все, то есть, скажем так, сняли частично санкции и выходят в Россию. Снимут новых трех мушкетеров, с Евой Грин главные роли. Как? Она, вот если не ошибаюсь, он в марте выйдет уже. Поэтому, как бы, есть позитивные новости, как бы, и канал, ну, открывают компании, прокат на Россию. Ну, в нашей стороне будет смотреть, ну, в мушкетеров и думать, ну, не наш Боярский, конечно, не наш Катальян, да. Спасибо большое за интервью, спасибо. А, еще есть, еще есть вопрос, пожалуйста. Ну, вот на самом ли деле, зритель может существенно повлиять на ситуацию в отрасли, и от зрителя зависит, да, вот как-то дальнейшее развитие киноотрасли. Это, понимаете, последний же вопрос. Уже последний, да. Вы торопитесь? Нет, я о концовке сказать, что, конечно, мы приглашаем всех зрителей на новогодние праздники, ну, в наши кинотеатры, не в наши кинотеатры. Отрасли очень сильно зависит от рублей, которые принесет зритель в кино, потому что половину этих денег мы отправляем продюсерам, создателям фильмов, на то, чтобы они снимали следующие свои фильмы. Поэтому это, ну, такая пирамида, скажем, что, чтобы снять новое кино, должны люди принести деньги на этот фильм. Поэтому, конечно, зритель решает все, но ему должны дать качественный фильм, чтобы он проголосовал за это рублем, чтобы ему было не жалко, отдай свои деньги. Справедливо. Поэтому, понятно, что вот при новогодние дни вряд ли вот кто-то найдет время, да, расходить в кино, ну, если получится замечательно, но на январьских выходных обязательно кино. Ну, и без лишнего популизма смотрите только наше, смотрите просто хорошее кино, оно есть в кинотеатрах, выбирайте фильмы, да, мы живем в новых условиях, и, возможно, тут самому придется иногда посмотреть, а что же интересного в кинотеатре, ну, раньше мы так всегда делали. В общем, следите за киноафишей, балуйте себя приятными киновпечатлениями, ходите в кино. Давайте помогать друг другу, они нам будут снимать хорошее кино, а мы будем помогать им своим рублем. Кино захотелось. А мы пойдем. У нас в гостях был Андрей Яковлев, генеральный директор сети кинотеатров «Киногигант». «Киногигант».